Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Кирберева Катерина. Сегодня я в гостях у Фонда Рабочей Академии Виктора Ивановича Галко. Виктор Иванович – кандидат экономических наук, ректор Университета Рабочих Корреспондентов Фонда Рабочей Академии. И сегодня хотелось бы осветить такую интересную и неоднозначную тему, о которой уже много лет ведутся дискуссии, но в свете последних событий, я имею в виду спецоперацию происходящую, этот вопрос стал особенно актуальным. Речь идёт о том, что такое империализм, какие страны являются империалистическими, является ли Россия империалистической страной, как это понимать и все сопутствующие вопросы. Виктор Иванович, что же такое вообще империализм? Это какая-то национальная система, наднациональная, мировая, что это? Наверное, ни то, ни другое. Я думаю, чтобы ответить на вопрос, что такое империализм, какие страны являются империалистическими, мы должны обратиться к понятиям. Давайте. Есть такие понятия, наши воззрения, которые правильно отражают объект. Вот, понятие империализма связано с капитализмом, а точнее, с одной из фаз развития капиталистического способа производства. Очень многие путают, и некоторым товарищам кажется, что империализм это нечто такое, что связано с империей. В истории и тысячи лет назад, и много столетий назад были империи, такие крупные государства, которые порабощали соседние государства, и затем эксплуатировали, грабили их. Нет, империализм это совсем другое явление. То есть, повторяю, оно связано с развитием капиталистического способа производства. Давайте вкратце вспомним, откуда появился капитализм. Из недр феодализма. Это было два-три столетия назад. И капитализм, ведь он не такое, так сказать, явление, которое вот родилось и остаётся неизменным и застывшим. Но тоже развивается, тоже проходит стадии. И первая стадия, или первая фаза развития капитализма, она очень известна, её очень любят западные наши доморощенные либералы, это капитализм свободной конкуренции. Но если по-простому, это такой капитализм, когда много капиталистов конкурируют между собой на рынке за то, чтобы получить большую прибыль, и всё замечательно. Они применяют новые средства производства, повышают производительность труда, и таким образом идёт прогресс общества, ну и капитализма. И цены ещё снижаются всё время. И цены снижаются, да, в ходе конкуренции. Но по мере развития этой самой конкуренции стали происходить вещи, точнее, вещи и явления внутри самого капитализма, которые претворечили этой самой конкуренции. Потому что, ну что такое конкуренция по-простому? Это борьба капиталистов за свой частный интерес. А их интерес – это получить больше прибыли. Так в ходе конкурентной борьбы один капиталист побивает другого. То есть, какой капиталист побивает другого? Который более предприимчивый, более проныривый, более удачивый и так далее. И таким образом, помимо воли капиталистов, происходит такой процесс интересный, когда размеры капиталистических предприятий все увеличиваются, увеличиваются. И на смену конкуренции приходит монополия. То есть, такое явление, которое противоположное конкуренции. А что такое монополия? Это не просто крупное, это крупнейшее капиталистическое предприятие, которое захватывает рынки сырья, рынки сбыта. И вообще начинает давлеть на рынки, над другими, более мелкими. То есть, повелевать. То есть, вот этот процесс монополизации экономики происходит неизбежно по мере развития капитализма. И таким образом, в силу своих внутренних экономических законов, капитализм, свободной конкуренции, перерастает в монополистический капитализм. Поэтому, если дать самое короткое определение, что такое империализм, вот мы его сейчас и вывели. Это монополистический капитализм. Или точнее, та стадия развития капитализма, когда главенствующее место занимают монополии. То есть, а где монополии? Ну, прежде всего, в производстве, промышленности, промышленные монополии. Затем есть такая сфера обращения. Где первую скрипку играют банки. Там тоже идут процессы монополизации. И образуются банковские монополии. А затем банки сращиваются с промышленными монополиями, образуется финансовый капитал. Этот финансовый капитал крупнейших государств, он уже не может найти сферы применения внутри страны. Он выходит за пределы государств. Другие государства. Прежде всего, через вывоз капитала. То есть, вывоз. Где строятся предприятия, эксплуатируются рабочие другие страны. И выкачивается прибыль. И в конечном итоге, финансовым капиталом крупнейших государств, капиталистических, создается такая система, когда мир весь, остальной мир, будет поделен между крупнейшими государствами. Территориально и даже экономически и территориально. То есть, вот создается система такая, империалистическая. Это вот первый, теоретический вывод. Давайте посмотрим на историю. Когда произошел этот процесс? Когда монополии пришли на смену конкуренции? Это конец 19-го, начало 20-го. Еще ленинские времена. Веков. Совершенно верно. Вот тогда капитализм, свободная конкуренция, а в целом в мире был капитализм. Потому, что где-то были остатки, пережитки феодального строя, но это уже они не играли никакой особой роли. То есть, вот переход повсеместный капитализм, свободной конкуренции в стадию монополистического капитализма. Это вот второе по времени. То есть, мировая эта система образуется, да? Да, образовалась. Где кто-то присваивает себе прибавочную стоимость, создавая ему трудом рабочих других стран, фактически. То есть, живет стрижкой купонов, да? Как это Ленин определил. И вот третий момент. Все ли, если мир капитализма, то есть, капиталистический способ производства перерос в монополистическую стадию, все ли становятся империалистическими странами? Нет, конечно. Вот мир империалистический, лагерь уже поделен четко на две части. Первая – это небольшая группа или кучка собственных империалистических государств. Их еще образно называют империалистические хищники или империалистические разбойники. Это те крупные капиталистические государства, чей финансовый капитал вылез за пределы страны, распустил свои щупальца, как у спрута, и высасывает соки из всех остальных стран. И другая часть капиталистических государств, которые являются зависимыми от этих хищников империалистических. Или их, эти хищники, эксплуатируют, высасывают прибавочную стоимость. То есть, вот такое разделение труда в эпоху империализма. Я в кавычках беру слово «разделение труда». Да. То есть, небольшая кучка собственных империалистических хищников и большая группа зависимых от них стран. Но если поименно можно назвать, ну, можно почитать работы экономистов тех времен, я настоятельно рекомендую работу Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». Он её назвал популярным очерком. Она удобна, что не очень такая толстая. Её нужно прочитать. Так вот, к империалистическим хищникам однозначно мы можем отнести, если взять старый свет, это Великобритания, Франция, Германия, за океаном Соединённых Штатов Америки, на Дальнем Востоке Япония, ну и Россия. Причём отношение России, Ленин давал такую оценку, это передовой государственный монополистический капитализм и отсталая с пережитками, феодальными пережитками сельское хозяйство. Ну и всё равно, вот шесть стран, которые мы с полным основанием можно назвать империалистическими в те годы. Это было сто с лишним лет назад. А всё-таки власть у них была примерно равная в те годы, или она тогда уже распределялась очень неравномерно? Смотрите, те события исторические, которые последовали после перехода капитализма в монополистический капитализм, привели к чему? К Первой мировой войне. То есть вообще капитализм, империализм особенно, он беременен воинами. А какие-то союзы катимпериалистов, это временная передышка между войнами. И тогда сформировались две группы стран. То есть страны Антанты, это Великобритания, Франция и Россия. Их противником была Германия со своими сателлитами. Так вот, что характерно для империализма, для периода империализма? Это постоянная борьба за передел уже мира. То есть раньше, кстати, он был поделен между капиталистическими странами. Вообще, период развития капитализма, это делюшка. Захват колоний, делюшка мира. А при империализме идет постоянная борьба за передел этого мира. И вот Первая мировая война, чем была обусловлена? Межимпериалистическими противоречиями. Вот это двух групп стран, которые стали воевать. Но я хотел бы дальше идти, чтобы нам не потерять нет логики. Если мы зададим вопрос, вот сложилась такая ситуация, вот конкретно империалистические страны, вот зависимые от них, это навечно или нет? Нет. Потому что действует закон неравномерности экономического и политического развития стран. Он приводит к тому, что в ходе вот этой конкурентной борьбы какие-то старые, ну в кавычках, называемые старые страны, большие, может быть империалистические, они уходят в тень. Отходят на второй план. А на первое место выдвигаются новые лидеры империалистические. И события 20 века показали нам то, что после Второй мировой войны есть сейчас такое понятие бенефициар или выгодоприобретатель. Используется в экономической науке и практике. Так вот, выгодоприобретателем победы над германским фашизмом стали Соединённые Штаты Америки. То есть они стали главной империалистической державой. И вот с тех пор, уже на протяжении 70 лет они являются главной империалистической хищникам. А в их фарватере плывут уже страны империалистические поменьше, которые зависят от них, являются их сателлитами. Там та же Великобритания, Германия, Франция. Вот такая ситуация. Но мы должны ещё отметить, что в 1917 году после того, как в России произошла Советская Социалистическая революция, к власти пришёл рабочий класс, установил диктатуру пролетариата, приступил к строительству социализма. То есть, Россия выпала из капиталистического лагеря. Наоборот, был сформирован, образовался, но тогда ещё не лагерь, первое социалистическое государство. А вот после Второй мировой войны мы можем с полным основанием говорить, что образовался лагерь социалистических стран. И мир раскололся тогда на две системы. то есть, мир империалистический, капиталистический, он же находящийся в стадии империализма и лагерь социализма. И вот характер эпохи, современной эпохи, он как раз и состоит в том, что идёт борьба между социализмом и уходящим в историю капитализма. Но мы должны понимать, что это борьба, вернее, однонаправленное движение, всё больше и больше социалистических стран. Мы же диалектики должны понимать, что есть противоположные тенденции. Это эпоха революции и контрреволюции. События конца XX века показали, что в СССР прежде всего и ряде государств восточной Европы произошли контрреволюции. И куда и где оказались те страны, которые образовались на обломках Советского Союза? Они были отброшены назад в капитализм. Капиталистическую часть мира. Она является империалистической. Поэтому все эти страны и Россия нынешняя, и Эстония, и Латвия, и Украина, и Молдавия, и Грузия и так далее, они являются составными частями империалистического лагеря. но там уже самые главные стоят. Соединенные Штаты Америки со своими ближайшими союзниками они уже порядки установили. То есть финансовый капитал Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии такие установили порядки, что все новые страны попадают, становятся зависимы. Их продолжают эксплуатировать главные империалистические хищники. А можно я как раз здесь один вопрос вам задам по поводу того, вы сказали, что ситуация может меняться, что на место одному империалистическому хищнику могут приходить другие, то есть в любом случае расстановка сил может меняться. И вот здесь вопрос в связи с этим. Во-первых, есть, например, такая теория, как вот теория была выдвинута о Риге, и он предполагал, что в зависимости от того, кто владеет технологией, наиболее передовой в данную эпоху, ну вот сейчас там согласно глазу, какой там шестой технологический уклад, там нано, био, какие там технологии. Значит, кто берет верх над ними, тот и гегемон. Либо есть еще одна теория, я ее знаю под названием девелопменталистская, ну это такое не очень название, но тем не менее, она означает то, что каждая, скажем так, развивающаяся страна должна пройти ряд неких стадий для того, чтобы стать развитой страной. И в связи с этим вот такие международные организации, как там МВФ, кто там еще, Всемирный банк, они дают свои рекомендации, естественно, этим развивающимся странам, ну какие рекомендации, приватизация, либерализация рынков, для того, чтобы стать развитой страной. Мало кому это удалось, но тем не менее, такие теории существуют. А в реальности как получается так, что кто-то становится империалистом в эпоху, когда уже есть там некое место занято? Здесь сразу несколько проблем вы подняли, давайте по порядку. Начнем с теории. Вот особенно на Западе есть концепции, которые объясняют ход мирового развития в целом, не только капиталистической части, но и социалистической, чисто техническими факторами. Давайте разбираться, что такое капитализм или социализм. Капитализм это способ производства, то есть мы возвращаемся к научным понятиям. Коммунизм, коммунистический способ производства. Способ производства это единство производительных сил и производственных отношений. производительные силы это орудия, средства труда, то есть техника и люди, которые работают на этих средствах производства. А производственные отношения это отношения, которые возникают в ходе производства материальных благ между людьми или экономические отношения. То есть способ производства это богатое понятие. Это единство производительных сил и производственных отношений. А что берут вот эти теоретики. Только часть. Только часть. Какую берут часть? Одну, производительные силы, технику. А производственные отношения они выкидывают в сторону. И мы можем догадаться, почему. Потому что если залезть в производственные отношения, там для этих аполлакетов капитализма очень неприятные явления вылезут. Там присвоение прибавочной стоимости, эксплуатация. А лучше убрать это в сторону. А брать только вот мёртвую технику. Вот она развивается, развивается, развивается. Это первое. То есть, делается это вполне сознательно. Второе. Что касается непосредственно империалистической части мира. Ну, давайте ещё раз вспомним историю. После Второй мировой войны соотношение сил поменялось. Скажем, явный лидер появился. Второе. Япония как бы отошла на второй план. Ну, и европейские империалистические государства отошли на второй план. Это существенное, так сказать, изменение сил. Ну, и понятно, те страны, которые в которых происходит социалистическая революция, они покидают империалистический лагерь и присоединяются к тем странам, которые сейчас формируют социалистический лагерь. или наоборот происходят. Что касается непосредственно... Ну, прогнозы трудно ставить, конечно. Потому что Соединёнными Штатами сейчас такая сформированная система, что вряд ли, скажем, маленькая страна однозначно не сможет. Страна должна быть достаточно крупная. Европейский Союз, например. Европейский Союз. Любые союзы в рамках империализма это временные передышки между той же борьбой. То есть, то, что они не объединяются в одно государство, что они просто формируют союз. Это временный союз империалистических государств и более мелких европейских государств, чтобы во многом противостоять с каждым Соединённым Штатам Америки и выдержать эту конкурентную борьбу с другими государствами. Ну, давайте посмотрим. Если взять, скажем, объём экономики, ну, вторая по размерам ВВП, головового внутреннего продукта, после Соединённых Штатах Америки. Нет, Китай мы не берём, это социалистическая страна. Мы отдельно поговорим. Индия. Индия – это крупное капиталистическое государство. Наверное, входит, кто говорит, десятку, кто шестёрку – Россия. Вообще, любое капиталистическое государство к чему стремится? Вот маленький капиталист, он стремится каким стать капиталистом? Большим. Большим. А большой капиталист стремится каким стать? Очень большим. Очень большим. А очень большой – монополистом, завладеть всем миром. В этом, говорит, сущность капиталистических отношений, капиталистические конкуренции. Поэтому те государства, у которых есть, в принципе, предпосылки какие-то, например, Россия – это крупное капиталистическое государство, по площади, по населению, по объёму экономики, ещё не все уничтоженные заделы, которые были сделаны в период СССР. Они же пытаются занять своё место под солнцем. Но что для этого нужно сделать? Победить вот этих империалистов, которые сейчас появляют мир. Так ведь? Небольшое замечание в отношении рекомендаций Международного валютного фонда и прочих организаций. Да. Я вам задам вопрос. А кто… Вот это что, такая организация, которая стоит над всеми государствами? Якобы. Якобы. А кто там хозяин? США. Совершенно верно. Соединённые Штаты Америки. Поэтому не случайно, что МВФ, а на самом деле, надо говорить, Соединённые Штаты Америки, какие дают рекомендации этим государствам, назовём Третьего мира? Выгодны своим монополиям, исключительно. То есть, такие рекомендации, применение которых никогда не приведёт к большому развитию этих государств. И более того, открытие рынков приведёт к тому, что все производства, которые есть там, будут уничтожены. Совершенно верно. Будет занят весь рынок торговым капиталом, исключительно американским, будет вытеснен местный капитал. Да. Совершенно верно. То есть, это Международный валютный фонд. Всемирный банк, ВТО и прочее-прочее. Это инструменты господства, прежде всего, американского финансового капитала. Да, Вы, конечно, интересно затронули тему по поводу того, что Россия, допустим, для того, чтобы стать империалистом, она должна победить. Мы имеем в виду сейчас текущую кампанию, спецоперацию, которая сейчас идёт. Она является частью вот этого плана, замысла грандиозного? Я думаю, что нет. Но здесь мы выходим уже из области экономики в область политики. А давайте мы чуть-чуть туда отойдём и вернёмся. Давайте. В область экономики. Давайте. То есть, вот есть базис, базисные отношения, да? Экономические, капиталистические. Над ними настройка, политическая, прежде всего, идеологическая. Так вот, в эпоху капитализма, ну, в том числе империализма, какая политическая настройка в целом характерна для буржуазных стран? Демократия. Демократия, буржуазная демократия. Совершенно верно. В конце 30-х годов была попытка одной империалистической державы, так сказать, вместо буржуазной демократии, попытаться занять место под солнцем при помощи открытой террористической диктатуры, наиболее эрекционных, наиболее шавинистических кругов финансового капитала. И это фашизм. Но эта попытка не удалась. В том числе потому, ну, прежде всего потому, что Советский Союз, представитель другого лагеря, социалистического лагеря, победил германский фашизм. Но он победил вот не один. А в Союзе с другими, двумя, как минимум, крупнейшими империалистическими государствами. Это Соединенные Штаты Америки и Великобритания. То есть, правящие круги США и Великобритании, вот они всё-таки решили для себя. Лучше пускай будут буржуазной демократии, чем фашизм. То есть, при помощи буржуазной демократии, ну, как-то вот удобнее, наверное. То есть, даже социализм для них был лучше, чем фашизм. Да, в тот момент оказался, да. Они вступили в союз с СССР, своим принципиальным противником, идеологическим, политическим и так далее, классом, прежде всего, чтобы победить немецкий фашист. Или, с другой стороны, они вступили в союз с тем, кто побеждал. То есть, если бы побеждал фашизм, то ещё неизвестно. Ну, историю, так сказать, вернуть нельзя. Получилось именно так. Да. А что произошло дальше? После того, как Соединённые Штаты Америки стали главной империалистической державой, вы поставьте их, то есть, себя на место представителей американского финансового капитала. Вот они повелевают миром. Они создали такую систему стрижки купонов, да, именно так сказать, когда все эти зависимые страны на блюдечке с голубой каёмочкой приносят эти миллиарды, миллиарды прибыли. Появилось желание и соблазн вот отбросить эти демократические нормы. Ну, зачем вот это нужно заниматься? Выборы какие-то организовывать, дискутировать, спорить. Зачем это нужно? Давайте сразу повелевать миром. Ну, что они сделали? Внутри Соединённых Штатов Америки они соблюдают эти буржуазные демократические нормы. А вот за пределами Соединённых Штатов Америки они отбросили это и перешли к политике открытой террористической диктатуры, то есть фашизм. Он получил название, так сказать, фашизм во внешней политике, американский фашизм во внешней политике. Мы примеры здесь дадим, пожалуйста. То есть совершенно независимые государства были уничтожены, раздроблены. Югославии как государства нет. Ирак, Ливия. И можно этот список продолжить. И вот здесь вот, значит, насколько я понимаю, два препятствия у Соединённых Штатов Америки были. На пути к тому, чтобы повелевать всем миром. Эти два препятствия Россия, буржуазная Россия, раз. И коммунистический Китай, два. Но вот взять Китай сейчас пока не по зубам. Для того, чтобы взять Китай, надо взять Россию. И вот они поставили цель уничтожить Россию. Каким путём? Ну, пожалуйста. Один из путей – это подобраться к границам России. Отрезать от Европы, да? Нет, установить те государства, которые бывшие социалистические государства, их привязать к своей политике. Вот они все, так сказать, большинство из них являются членами НАТО. Поставить там ракеты и прочее, прочее, прочее. Экономически, политически, военным путём дарить. И вот Украина оказалась вот той точкой, где столкнулись интересы. С одной стороны, американского фашизма во внешней политике и буржуазной России. Буржуазная Россия выступила против американского фашизма. Поэтому, так сказать, по своему характеру, вот эта специальная военная операция и есть борьба буржуазной демократии России с американским фашизмом во внешней политике. Уточню. По большому счёту, есть две позиции по этому вопросу. Ну, вот такие крупные. Первая позиция – это что значит Россия воюет с США за рынок сбыта на Украине, потому что у России там есть исключительные экономические интересы. И вторая позиция – это что идёт борьба за безопасность самой России и существование её государства. Так и такой интерес, и такой, конечно, есть. То есть, Россия – буржуазное государство. Чем руководствуются российские капиталисты или российская власть? Тем же интересными, которыми руководствуется любое капиталистическое государство. Побольше выкачать прибыли. И сама объективная, так сказать, обстановка экономического развития толкает их, скажем, выйти за пределы России. И через вывоз капитала, через другую. Но там крупнейшие, так сказать, империалисты им препятствуют. Но, тем не менее, уже возникла угроза существования России как государства. И безопасности капиталов наших монополистов уже здесь, внутри страны. Ну, разумеется, если, так сказать, угроза безопасности существования России как буржуазного государства, то, разумеется, тех капиталистов. Да, конечно. Которые являются правящим классом нашей России. Да. Возвращаемся к экономическим вопросам. Какое всё-таки место занимает Россия вот в этом империалистическом мире? Во-первых, если коротко подытоживать то, что мы сказали, после совершения контрреволюции в СССР и завершения реставрации капитализма в начале 90-х годов, Россия оказалась в капиталистическом лагере. А этот капиталистический лагерь весь целиком находится в стадии империализма. Я думала, загнивание. Ну, загнивание, да, есть такое выражение. Да. Но там строгое разделение труда, в кавычках возьму это слово. Есть небольшая группа хищников, у которых всё под присмотром, всё вот так вот цепко не делают. И большая группа зависимых стран, которые ограбляются, эксплуатируются этой небольшой группой. Собственно, империалистических хищников. Так вот, Россия оказалась вот в числе тех, вторых, зависимых государств. А почему с потенциалом Советского Союза Россия не вошла вот как раз в империалистический центр? Ну, я думаю, во-первых, прежде всего потому, что те капиталисты, которые, скажем, были власти здесь конкретные, вот оказались недалёки они. Они чем занимались? Не развитием производства? Ведь давайте так я немного отклонюсь в сторону, ведь капитализм – это форма развития производительных сил. Да. Ведь почему он пришёл на смену феодализму повсеместно? Отбросил, так сказать, эти феодальные путы? Потому что оказался более высоким общественным организмом, чем феодализм. И он тоже развивается. Так вот, российские капиталисты, которые, скажем так, совершили вот эту реставрацию капитализма, они чем занимались-то? Не развитием, а уничтожением того, что осталось от социализма, от СССР. Уничтожение. Я приведу одну только цифру. Если взять объём промышленного производства, то за 30 лет, ну, а возьмём, так сказать, 90-й год, как бы водораздел условный. Промышленного производства Российской Федерации так и не достиг сегодня уровня 1990 года РСФСР. Ведь 30 лет – это огромный срок. Но можно всё здесь перевернуть. Да. Вот посмотрите историю. Ведь после войны даже Германия, Япония. Да. Меньший срок. 5-10 лет можно всё же восстановить и пойти вперёд. Или другие примеры. Не знаю, Южная Корея, Тайвань и так далее. А здесь 30 лет они не могут достичь того уровня, что было. А как другие страны? Они что, стоят на месте? Нет, развиваются. Они развиваются и уходят вперёд дальше. То есть, растёт это отставание без конца. Похоже. В промышленности точно. Да. Потому что ВВП брать нельзя. В ВВП, вы знаете, туда натолкают всяких услуг надуманных. Ну да, продавят там. Да. Поэтому вот такая ситуация. И пока российский правящий класс, он проводит такую политику. Разрушительно. По отношению к собственной экономике, к собственной стране. То есть, потенциально, конечно, Россия, по идее, должна, так сказать, может занять место среди. Под капиталистическим солнцем, так назовём. Но пока не слабо получается. Интересно, что американские экономисты тоже, как бы это получше сказать, сетуют на развитие американского капитализма в том смысле, что из-за начавшейся вот этой финансиализации и так называемой виртуализации капитала, когда тоже у них из их страны промышленное производство было выведено в страны из дешёвой рабочей силы, что тоже у них это всё не развивается, а развивается в основном в виде игры на биржах и так далее. То есть, понятно, что там и научные есть разработки, и технологические гораздо сильнее, чем в России. Но, тем не менее, даже в такой стране развитие идёт всё медленнее и медленнее. Соединённые Штаты Америки, они тоже не могут стоять в стороне от общих тенденций, в том числе негативных. Но, тем не менее, правящий класс Америки, то есть, финансовый капитал мощнейший, он ключевые позиции сохраняет. Ну, здесь фактов можно привести очень много. Вот возьмите крупнейшие мировые монополии, их называют транснациональные корпорации. Вот, скажем, список журналов Fortune. Россия представлена четырьмя компаниями. Из них только три промышленные, причём все сырьевые. «Газпром», «Лукойл», «Сбер», да? «Лукойл», «Роснефть» и «Сбер». Ну, «Сбер» – это сфера обращения банков. Американские компании сколько там? 120. Они представляют практически все отрасли, все направления. То есть, американский финансовый капитал знает своё дело, он ключевые позиции занимает. И через эти транснациональные корпорации, которые вроде как над всеми нациями, на самом деле они американские по капиталу, он, так сказать, повелевает мир. Как интересно, что вот эта власть, несмотря на то, что она исходит изнутри страны, как она распространяется далеко за границей этой страны, и как капитал, которым владеют отдельные транснациональные, например, корпорации, превышает нередко ВВП очень крупных стран, Бельгия какая-нибудь, или европейских стран даже. Знаешь, характерный черт именно империалистической стадии развития капитализма. Да. И вот всё-таки четыре монополии есть в России? Есть. И капитал они вывозят. Нет, монополии, я думаю, больше. Ну, возьмём четыре, которые в Фочин 500 вводят. Четыре. И капитал они вывозят. Да. И, значит, в каких-то странах СНГ они присутствуют, и финансовые капиталы. Не только СНГ, по всему миру могут присутствовать. Да. Ну, в основном им эксплуатировать американских рабочих вряд ли у них получится, но эксплуатировать рабочих какого-нибудь Узбекистана или, в общем, наших сателлитов – это попроще. И в Африке. Ну, африканских тоже, да? В Америке, в Южной, в Азии. И банки, они, значит, свои создают. То есть, присутствуют такие видимые признаки финансового капитала, вывоза капитала. Так всё-таки, может быть, Россия тоже империалистическая держава? Поменьше, не такая крупная, как американские. Давайте разбираться. Это важный вопрос, и достаточно многие диспутуются. Значит, первое. Финансовый капитал, понятие финансового капитала. Банковский монополистический капитал сроченный с промышленным монополистическим капиталом. Это не то, что крупная монополия создаёт свой банк, там, банчок и так далее, какую-то финансовую конторку. Нет. Это вот банковский капитал, который определяет, определяющая роль финансового капитала принадлежит банковскому монополистическому капиталу. Вот возьмём «Газпром», это крупнейшая российская монополия, вообще она и мировая, одна из крупнейших мировых монополий промышленных. Я пока не беру этот вопрос, что это сырьевая. Если посмотреть, скажем, отчёты годовые, там интересно можно подчеркнуть информацию. Скажем, даётся список тех банков и суммы кредитов, которые берёт «Газпром». Вот в отношении «Газпрома» удивительная вещь, что кредиторами, то есть теми банками, которые предоставляли кредиты «Газпрому» крупнейшей российской монополии, прежде всего являются крупнейшие банковские монополии империалистических государств. Ох, как интересно. Нет, это можно, пожалуйста, заходите в финансовые отчёты, там всё какое-то поимённое. То есть не наши банки контролируют наши сырьевые монополии? Получается, что так. Можно даже назвать эти банки. Те же, наверное, «Сити», да? Нет, «Морган». «Морган» банк – это американский. Значит, «HCBC» – это Великобритания. «Дойче» банк, «Сумитомо» банк – японский. «Суэсити» – генераль. Это французский банк. То есть присутствует среди кредиторов и «Сбербанк», и «Газпромбанк», и «ВТБ». Определяющая роль принадлежала вот этим банкам. То есть я аккуратно выражусь, я не могу сказать, что идёт здесь вот как бы сращивание банковского монополистического капитала империалистических государств США, Западной Европы с российской монополией. Но, во всяком случае, контроль… Контроль, да. Эти банки над «Газпромом» крупнейшей российской монополией осуществляет. Ведь для того, чтобы взять кредит в банке, ты же должен очень много информации этому банку предоставить. Во-первых, много информации. Это начало большого пути. Там всё подноготное. Да. Во-вторых, промышленная компания должна открывать счета. Свои банковские счета. В каких банках? Ну, если, скажем, «Дойчий Банк» даёт кредит «Газпрома», что он какие-то другие банки будет открывать? Конечно, «Дойчий Банк». Значит, деньги куда пойдут? Через какой банк? Через «Дойчий Банк». Деньги «Газпрома». Во-вторых, это что, денежки дали, и куда хочу, туда «Газпрома» отправляет их, да? Нет. Есть понятие целевой используемой кредиты. Чтобы отправить денежки, пожалуйста, приди в банк, и он там завизирует, что туда нужно. Куда попу скажут. По условиям кредита, да. Нет, никуда не скажут, а по условиям кредита. Понятно. Из договоров, которые являются приложением к этим кредитам, к исполнению. То есть, это важнейший контроль над монополией. То есть, банковский капитал играет первую скрипку. Сращивание. Финансовый капитал. Это первое. Второе. Ведь не вывоз капитала сам по себе характеризует, скажем так, переход к империализму. Эксплуатация. Нет, нет, нет. Так вот важно. У Ленина по-другому сказано. Некоторые путаются. Вот вывоз капитала. Ну, пожалуйста, так у нас многие компании, даже не монополии российские, покупают за рубежом предприятия. А это вывоз капитала, я вам хочу сказать. В любом случае, это вывоз капитала. То есть, если российский капиталист либо купил завод за рубежом, неважно в какой стране, в Южной Америке, в Африке или в Средней Азии, или построил, организовал строительство завода на свои капиталы, эксплуатирует рабочих. Это вывоз капитала. Нет. А вот именно такой признак для империализма характерен, для империалистических государств, когда вывоз капитала приобретает решающее или определяющее, или наиболее важное значение по отношению к вывозу товаров. То есть, если до эпохи до монополистического капитализма был характерен вывоз товаров, произвели товар, в одной стране идет обмен товаров, то для эпохи империализма характерен вывоз капитала. А что значит решающее значение? Ну, я думаю, здесь надо посидеть, посмотреть цифры, пообсуждать. На примере «Газпрома» открываем тот же годовой отчёт и смотрим. Значит, вывоз капитала, то есть, туда, куда осуществляют прямые инвестиции, где есть заводы, принадлежащие «Газпрому», 20 стран. Это много? Да. Много. А вывоз товаров? 120 стран. А по суммам? Я думаю, вывоз товаров там на порядок, если не больше. Ну, давайте положим на чашу весов. Ну, 20 и 120. Наверное, всё-таки это тянет. А ведь что… Можно извините, перебиваю, да? А ведь что обозначает вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров? Это означает, что когда вывозится капитал, то эксплуатируются рабочие тех самых стран. Это означает, что присваивается безвозмездно значительная часть труда, вложенного имя. То есть, прибавочная стоимость или прибыль. А когда вывозится товар, то присваивается часть труда, созданная внутри страны, национальными как раз рабочими. И когда превалирует вывоз капитала, то это приобретает уже совсем новое звучание. Совершенно верно. Давайте возьмём Россию в целом. Если посмотрим статистику, вывоз товаров ежегодно, в лучшие годы для российского капитализма это было 500 миллиардов долларов, например, сейчас где-то 350, я очень округляю. И то сырьё. 350 миллиардов, да. Вывоз капитала, причём возьмём наибольшую цифру, это так называемый накопленный вывоз капитала. Ну вывоз товара, вывезли товары, получили деньги и всё. А капитал если вывезли, он же будет не только в этом году работать, и в следующем, и 10 лет пока принадлежат капиталисту эти заводы. Так вот цифры сопоставимые. Где-то 350-400 миллиардов долларов, вроде бы. Но ведь мы должны посмотреть и вникнуть туда. Что такое за прямые инвестиции? Скажем, Центральный банк даёт такую замечательную статистику. список стран, куда вывозятся, куда осуществляются прямые инвестиции российскими капиталистами и суммы, объёмы. Но я напомню слушателям, что прямые инвестиции – это, по сути дела, вывоз капитала, который даёт контроль, полный контроль над заводом, который находится в другой стране. Так вот, если посмотрим на эту статистику, я тоже округлю. Значит, на первом месте идёт такая страна, как Кипр. Крупная промышленная держава, да. Туда вывезено 150 миллиардов российских капиталов, якобы. Я долго искал, хотел найти хотя бы один завод, который там построен, либо закуплен российским капиталистам, ничего не нашёл. На самом деле, это не вывоз капитала, это вывод прибыли. То есть, российские капиталисты выводят за рубеж прибыль в те страны, которые получили название офшоры. Это тихие налоговые гавани, где нужно платить мало налогов, где можно легализовать свои вывезенные прибыли. А потом уже часть из них вернуть в Россию, но под видом иностранных инвестиций. Для которых льготный режим, да? Самое главное – это уже не российские капиталы, а иностранные государства. Если российские капиталисты, которые здесь набедокурили и там спрятали, то российское, скажем так, правосудие, которое может доберётся до них, то до иностранных государств, иностранных инвестиций уже будет крайне тяжело. Отмывание обычно. Совершенно верно. Совершенно верно. Так вот, вторая цифра, есть вторая статистика, которую Центральный банк даёт. Список стран и размеры иностранных инвестиций в Россию. Так вот, на первом месте стоит Кипр. Только цифра уже не 150 миллиардов, а, по-моему, там 146 миллиардов. Четыре остались. Ну, совершенно однозначно, что российские капиталисты вывели прибыли, легализовали их, пропустили через разные конторы, и уже иностранные, скажем так, компании, как бы кредитуют российские производства. А куда делить 4 миллиарда? Ну, пожалуйста. Купили себе яхты, дворцы, может, какие-то предприятия. Ну, если смотреть по печати, ну, максимум, на что способны российские капиталисты, это купить футбольные, баскетбольные клубы, так вот, ну, может быть, сеть заправок. Никакого реального производства там нет. Это интересная статистика. За Кипром идут такие государства, Клюксембург, там, Багамские, Виргимские острова, Нидерланды. Ну, у Нидерландов есть территория, где годный налоговый режим, туда, скорее всего, уходит. Багамские острова. У меня такое впечатление, туда миллиарды долларов ушли. Мне кажется, нашими российскими инвестициями, там ни одного завода нет, наверное, мостовые тротуары мостят, да? Доллары. Ну, я, конечно, иронизирую. То есть, вот такая ситуация. Поэтому… Сколько же осталось? Ну, реальных инвестиций, сколько-то осталось? Ну, конечно. Я думаю, вот если по Газпрому посмотреть, у них заводы в 20 странах. Ну, это 1, 2, 3, 10 миллиардов долларов. То есть, они не играют никакой существенной роли по отношению, скажем, к вывозу товаров. К вывозу товаров. Ну, самое главное, это тоже промежуточный этап. То есть, вывоз капиталов – это предначально основной инструмент, скажем так, господства финансового капитала крупнейших империалитических государств. Но он отнюдь не единственный. Вот ими созданы финансовым капиталом Соединённых Штатов Америки, там Германии, Франции, Великобритании. Создана такая система, что каждый шаг капиталисты, да просто гражданина, жители другой страны. И означает, что ты вот наблюдаешься с голубой каемочкой, кто побольше, кто поменьше, принесёшь этим хозяевам. Простой пример. Ну, скажем, нужно человеку купить 100 долларов. Ну, сейчас это не актуально, скажем, год назад, два года, вот и вы пришли в банк российский, купили 100 долларов. Некоторые думают, ну, а откуда у коммерческого банка российского 100 долларов? Наверное, купил в американском банке. Это правильно. Американский банк что, соответственно, сумму рублей взял? Ничего подобного. Ничего подобного. Рубли там не нужны никому. На самом деле, в Соединённых Штатах Америки ушли реальные товары. Всех стран. Вот у нас это, там газ, нефть, там ракеты, пожалуйста, мы же поставляли, ещё чего-то. И все эти оставшиеся почти 200 государств поставляют реально, так сказать, богатство. А что делает американский финансовый капитал? Печатать. То есть, в обмен на реальные товары, на реальную стоимость, созданную трудом рабочих, возвращаются просто напечатаны. То есть, человек, если он 100 долларов взял, вот считайте, на 100 долларов ушли реальные богатства. Или такой пример, вот эта система финансового господства. Все государства должны держать валютные резервы. Не держать, а иметь. На случай стихийных бедствий, войн, эпидемий и так далее. Это нормальное явление. И все держат, кто больше, кто меньше. Каких валютах держат эти валютные резервы? Долларов. Прежде всего, долларов, да. Затем, евро на втором месте. Немножко держат в швейцарских франках, фронтах Великобритании, китайские юани, канадские, там, австралийские доллары. Российских рублей там нет вообще. Я не об этом. Значит, сумма валютных резервов, которые держат все страны, в американских долларов, составляет 7 триллионов долларов. В моей голове эта сумма не укладывается, огромная. А астрономическая, да. Значит, что делает, есть такое средство, метод государственного монополистического регулирования экономики, который называется инфляция. Повышение ценности товара, кроме товара рабочей силы. Оно было изобретено, кстати, гейнцем, выдающимся экономистом. И после Второй мировой все вооруженные государства активно его используют. Прежде всего, в Соединённых Штатах Америки. Ну, вот они раньше использовали, в прошлом году, позапрошлом, такую небольшую инфляцию, незаметную, она называется ползучая, 1-1,5%. Ну, кто-то заметит, но вырубается, ну и пусть. А в этом году темп инфляции какой у них? 5, да? 8. 8 даже. 8% в годах. Если он сохранится, что это будет означать? Что все, вот это 7 триллионов валютных резервов, которые держат все остальные страны в долларах, похудеют на 8%. В год. За год. Значит, 7 триллионов умножаем на 8, сколько получается? 560 миллиардов долларов. Множим на курс рубля. Это получается где-то там 35-40 триллионов рублей. Это я очень огрубляю. Значит, два годовых государственных федеральных бюджета, Российской Федерации. Вот чтобы создать богатство, вот эти два наших федеральных бюджета, значит, два года, 25 миллионов рабочих российских трудились, не поглодая рук, каждый день там. А что сделали Соединенные Штаты Америки? Ничего не сделали. Ничего. Нажали на кнопку, создали инфляцию 8%. Причем они и своих рабочих трудящих собирают, ну и другие страны. То есть, вот такая система создана. Я привел только отдельные примеры. И долги прибавить, которые все, кто должны Соединенным Штатам, то же самое, такая же логика, да. И кому должны Соединенные Штаты? У них же какой дефицит бюджета? Ого-го, и торгового баланса. Ну, это отдельные примеры, скажем, методов или инструментов господства настоящего финансового капитала. Вот Россия здесь не присутствует. Да. Ни в международных расчетах рубля нету, ни в валютных резервах, ни в где. Хотя Россия, повторяю, это крупное компилистическое государство, которое стремится как-то вот так вот конкурентов немножко отодвинуть и занять свое место под импилистическим солнцем. Но пока вот получается не очень. Очень интересный момент. На мой взгляд, состоит в том, что многие видят разные механизмы, с помощью которых, допустим, США вытягивают эту прибавочную стоимость из всех остальных стран. То есть поверхность явления, она выглядит так, что вот здесь там культурное господство США, здесь господство доллара, здесь господство монополий, здесь господство над технологиями, опять же, да, которые тоже в руках США находятся. Но как только мы начинаем смотреть вглубь этого явления и начинаем пытаться выяснить, а как так вышло, почему так получилось, то как раз мы приходим вот к этому ленинскому гениальному открытию, да, что это как раз монополистический капитал, и вот как раз все то, что он и описал, да, вы имеете в виду? Я с вами полностью согласен, да. То есть в базисе лежат экономические отношения, а вся реальная жизнь, она же не ограничивается только экономикой. Там и политика, и идеология, культура, да, и финансовый капитал создал необходимые, так сказать, средства воздействия по всем другим участкам. Совершенно верно. И поэтому нередко оценивая ту или иную страну, говорят о том, что вот, например, смотрите, вот в России, да, там то же самое, о чём мы уже поговорили, там, Газпром, капиталы вывозятся, банки там и так далее, вот, значит, империалистическая страна. То же самое там про какой-нибудь Китай, то же самое про какую-нибудь Индию. Ну, таких стран немало, там, Бразилия, не знаю. А тот факт, что империализм – это система мировых взаимоотношений и система вот этого как раз выкачивания прибавочной стоимости одних стран из других, и что если, допустим, империалистам, которые бы высасывали прибавочную стоимость из всего остального мира, было бы реально Китай, Индия, Россия, то просто из кого её высасывать, эту прибавочную стоимость? Это практически не из кого. Ну, как, у нас 200 государств. 200. Я имею в виду, учитывая население, учитывая масштаб этих стран, и учитывая то, кто останется, и учитывая то, что если бы эти страны жили только стрижкой купонов, если бы они сами ничего не производили, так как сейчас они являются донорами этой прибавочной стоимости, то если бы они перестали её производить и переложили бы это на плечи кого-нибудь другого, то это было практически невозможно. Да нет, такого, конечно, не произойдёт никогда, потому что и тенденции идут и противоположные, и периодически даже, когда меняются, скажем, крылья правящего класса в Соединённых Штатах Америки, периодически меняется и курс экономический. Ну вот, скажем, предыдущий, до предыдущего президента, который, да, в основном выводил производство, давали, скажем так, держали линию на то, чтобы выводить часть промышленности, производство из Соединённых Штатов Америки в третьи страны, где меньше, где дешевле рабочая сила и прочее, прочее. А вот пришёл Трамп, он взял обратный курс, часть производства, скажем, вернуть в Соединённые Штаты Америки. Пришёл новый президент, да, Байден, обратно пошло. То есть, это вот такая борьба противоречивых тенденций. Это вот первое. Здесь я с вами согласен насчёт тенденции. Насчёт Китая, ну всё-таки Китай не является, не входит в капиталистический лагерь. Вот это, да, один из таких самых интересных вопросов, конечно. То есть, мы вернёмся к началу нашей беседы, ведь после 1917 года, когда произошла социалистическая революция в России, она стала советской, и после Второй мировой войны образовался социалистический лагерь. То есть, мир сейчас, он не единый, но раскололся на две системы. Вот капиталистическая часть мира, она же империалистическая, можно так назвать, и социалистический лагерь. И после, так сказать, контрреволюции, об этом мы говорили, после того, как группа стран, Россия, оказались снова отброшены назад, оказались в империалистической части мира. Ведь социалистический лагерь, ведь он не исчез, он продолжает жить, функционировать, развиваться. И главное, так сказать, страна социализма, это Китайская Народная Республика. Там же туда относится Корейская Народная Демократическая Республика, Куба, Вьетнам и Лаос. Так противоречиво всё с Китаем. Конечно. Если вот как раз с КНДР-то всё понятно, то с Китаем тоже понятно. Как идёт развитие социализма, или строительство сначала, затем развитие социализма. Вот давайте возьмём на примере нашей страны. 25 октября по старому сели 17-го года, 7 ноября по новому стилю, совершена революция, российский рабочий класс взял власть в свои руки. А вот установил диктатуру пролетариата, правительство назначили, Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным. И что, 8 ноября, а в экономике что у нас? 8 ноября социализм уже был? Ничего подобного. А в экономике, советской уже России, которая стала социалистической, по политическому строю, что господствовал? Капитализм. Экономика-то была капиталистическая, но плюс надо назвать мелкотоварной, поскольку крестьянство – это мелкотоварные производители. Но мелкотоварное производство, оно и есть база для развития капитализма. Всё равно товарное, конечно. А 9 ноября в экономике у нас что, в Советской России что было? То же самое. А в декабре 17-го года? А в январе 18-го года господствовал, не просто господствовал, повсеместно был капитализмом, мелкотоварное производство. И лишь после того, как новая власть, советская власть национализировала крупнейшие предприятия и создала план, единый план развития, вот образовался коммунистический сектор или коммунистический уклад, точнее. И начался переходный период от капитализма к коммунизму. То есть после, в любой стране, которая совершит социалистическую революцию, нужно ещё строить социализм. И вот этот период называется переходный период от капитализма к коммунизму. Советской России он занял в СССР уже, занял два десятилетия. Вот в Корее, да, там уже нет этих укладов капиталистического, мелкотоварного, там победил социализм. А вот в Китае идёт переходный период. Переходный период характеризуется наличием вот этих укладов противоположных. С одной стороны, социалистический уклад, коммунистический можно так назвать, и противоположность – это капиталистический уклад. Ну, есть ещё и другие, мелкотоварный, государственный капитализм. А политическое устройство? А политическое устройство, ну, как там, совершилась революция, к власти пришёл рабочий класс, была основная диктатура пролетариата. И, ну, власти, даже по внешнему признаку, коммунистическая партия находится, так? Есть конституция, есть устав, точнее, партия, где сказано, что есть цель, построительство социализма. И они, так сказать, эту работу проводят. Другое дело, что громадная страна, где почти полтора миллиарда населения, и задачи надо решать не за один год, не может, не одно десятилетие. То есть, вы оцениваете, да, как последовательно вот это? Нет, по факту, мы по факту имеем сейчас в экономике Китая, коммунистического Китая, социалистического, уклады, или сектора, как они называют. То есть, там есть и государственный уклад, и капиталистический уклад. То есть, это экономика переходного периода. Чем закончится она, мы не знаем. А тенденцию? Мы видим, что растёт, государственный или… Значит, все ключевые, так сказать, позиции находятся в руках коммунистической партии, которая проводит Ленин на строительство социализма. Но идёт борьба. Вообще, содержание переходного периода – борьба. Кто кого? Вот Ленин так назвал – кто кого? Ну да. Либо коммунистический уклад победит, вытеснит не коммунистический уклад, то есть, капиталистическими локотоварами, либо наоборот. Если наоборот, то произойдёт что, откат? Капитализм. Вот тогда Китай может оказаться в капиталистическом лагере, уже в статусе капиталистической страны. Это жизнь покажет. А как же эксплуатация вот африканских стран, азиатских стран рядом? Ну, во-первых, внутри Китая с капиталистическим укладом, с капиталистическими предприятиями, там идёт эксплуатация. Она там есть, конечно, присутствует. Да. Вот, что касается линии развития. Обратите внимание, два года назад, по-моему, позапрошлом году, с высокой трибуны партийного форума, было объявлено, что Китай решил одну задачу. Голод, да? Ликвидировал голод. Вот обратите внимание, ведь какая основная цель социалистического производства? У нас замечательная цель. Это обеспечение полного благосостояния и свободного и всестороннего развития всех членов общества. Вот, цель социалистического производства. Вы против такой замечательной цели? Я-то да. И я за. Ну, и бедность сокращается у них бесспорно. И вот в Китае, когда у них революция, в 1949 году, правильно? И только, значит, в 2020 году, значит, они только объявили, что мы ликвидировали голод. Значит, в социалистической стране вот эти годы, десятилетия, был голод. Это говорит о том, о сложности решения задач. А можно сказать по-другому, что это величайшее достижение, скажем, вот, советской власти, китайской компартии, что они, наконец, решили. Ведь там голод, я думаю, не миллионы, там, наверное, десятки, если не сот, миллионов голодали. Они решили эту задачу. Поэтому можно так сказать, что решение, то, что они накормили голодных, ликвидировали голод, это, так сказать, реализация цели социалистического производства на конкретном этапе развития Китайской народной республики. Ну и так ведь? Да, вы очень крепко меня заставили сейчас задуматься как раз по поводу того, что та эксплуатация, которая ведётся снаружи Китая, что она обусловлена вот этими противоречиями и укладами внутри Китая. Конечно, но прежде всего, чего там смотреть другие страны, если внутри у них эксплуатация, однозначно. Однозначно причём, с марсидской точки зрения, марсидские позиции. Ну, как целое? Ну, что касается, вот, как можно оценить, скажем, позиции китайских предприятий, которые функционируют, так сказать, во всём мире, там, африканские страны, азиатские и так далее. Да. Ну, я бы аккуратно выразился, знаете, с волками жить, поволчьи быть. Наверное, вот так вот. С другой стороны, они там и малярийные центры, и дороги, и больницы строят, и школы. То есть, это такая известная достаточно деятельность. Через эту деятельность и экономическую, и политическую, и идеологическую культуру Китай оказывает воздействие на все другие страны. Капиталистически. Китайское, так сказать, социалистическое государство. Это важная деятельность. Интересно, что китайские марксистские мыслители оценивают Китай как главную надежду мира. Очень со многих сторон. Ну, например, сейчас модная проблема экологии, да. То есть, они показывают, что, значит, капитализм уничтожает с экологической стороны нашу планету, и что вот Китай единственная надежда на борьбу. Мы можем… И с этим тоже. То есть, вообще с империализмом. Они правы, можно взять даже поглубже. Ведь войны – это, война – это что такое? Давайте понятие войны. Это вооружённая борьба классов, наций, государств. Почему она порождается? Почему при капитализме, особенно в эпоху империализма, эти войны постоянные? Потому что капитализму внутренне, в силу экономической природы, присущи антагонистические противоречия. Антагонизм – это непримиримые противоречия. Противоречия между рабочим классом и классом капиталистов непримиримые, антагонистические. И вот поэтому империализм рождает эти войны. При социализме антагонистических противоречий нет. То есть, коммунизм их уничтожает. Ну, при социализме же нет капиталистов и рабочих, все трудящиеся. Там есть противоречия, но они не антагонистические. Поэтому социализм, вот этот корень, так сказать, порождающий войны, он уничтожает. Чем больше стран будет приходить к социализму, то есть, предположим, был бы социализм, конечно, бы воин таких не было, которые сейчас идут в разных видах, в разных формах. А всё-таки какая страна ближе всех к социализму, я имею в виду, у кого сильнее всех потенциал прийти к нему? Быстрее, у Китая? Корейская народно-демократическая республика уже социализма, я думаю, Китай, конечно. Конечно. Потому что другим странам, не могу сказать про Вьетнам и Лаос, но на Кубе мы видим сейчас обратную тенденцию. То есть, там был построен социализм, но сейчас они создали сектор так называемых самозанятых. Кто такие самозанятые? Это мелкие товаропроизводители. То есть, похоже, идёт обратная тенденция из социализма в переходный период. Так уж непонятно, в переходный период от коммунизма до капитализма. Поэтому пока надежда, конечно, Китай. Что касается других стран капиталистических, ну, чтобы дойти до Китая, скажем, в России, что сначала надо сделать? Индустриализацию, мне кажется. Ну, сначала надо рабочему классу взять власть в свои руки. А, ну так конечно. То есть, совершить революцию. А чтобы взять власть в руки, здесь много чего нужно кропотливой, ежедневной работы сделать на предприятиях. Создать советы. Создать советы. А советы создаются на базе забастовочных комитетов. Значит, на предприятиях надо купить. Профсоюзов. Оптимистическая. Да. Спасибо, Виктор Иванович. Очень интересно. Спасибо, Иван. Прямо честное слово. Самое интересное, что со мной происходило за много последних дней. Спасибо, товарищи. До свидания.